Урок 4.2. ГНСС. Глобальная навигационная спутниковая система. Определение места судна ОМС. Начнем, помолясь, с определения по глобальной навигационной спутниковой системе. Как основному методу ОМС в море. На кажущейся простоту получения сервированной точки, то есть считать с экрана приемника широту-долготу и нанести на карту. Есть свои нюансы, от которых страдает точность ОМС. Определение места судна. 2.1. Введение. Глобальная навигационная спутниковая система. Global Navigation Satellite System. Это спутниковые системы, наиболее распространенные. Из них GPS и GLONASS. Используемые для определения местоположения в любой точке земной поверхности. С применением специальных навигационных или геодезических приемников. Принцип работы ГНСС основан на определении координат местоположения по расстояниям до группы спутников. Приемоиндикатор ГНСС принимает сигналы от спутников, измеряет расстояние до них и по измеренным дальностям решает задачу определения своих координат широты-долготы. И при приеме сигналов от четырех и более спутников, также высоты над уровнем моря, скорости, направления, то есть курс и пройденного пути. В состав навигатора входит приемник с антенной, компьютер для их обработки, дисплей для отображения навигационной и служебной информации, ну и клавиатура для управления работой прибора. Начнем с NAVSTAR GPS. GPS – Global Position System – глобальная система позиционирования. В 1978 году в США стартовала программа NAVSTAR – навигационная система на основе временных и дальномерных измерений. С запуском на орбиту своего первого экспериментального спутника. А полная группировка из 24 спутников заработала в 1993 году. GPS состоит из трех сегментов – космического, наземного и пользователя. Космический сегмент представляет из себя 32 спутника среднеорбитальных, из которых 24 основные, а 8 спутников резерва. Спутники вращаются на шести круговых орбитах, располагаясь по четыре спутника на орбиту. Плоскости орбит разнесены подолготем на 60 градусов. Наклон плоскости орбиты к плоскости экватора составляет 55 градусов, а расстояние от поверхности Земли до спутника – около 20,2 тысяч километров. Поэтому на этой высоте период их обращений составляет 12 часов. Пример. Наземный сегмент состоит из четырех станций наблюдения и контроля, расположенных на Гавайях, островах Вознесения и Диего-Гарсия, а также на базе Falcon ВВС США в Колорадо-Спрингс. Она же является главной и контрольной. Станции следят за спутниками, записывают всю информацию об их движении каждые полторы секунды, которая передается на главную командную станцию для корректировки орбит и инновационной информации. Пользовательский сегмент – это приемники GPS пользователей, то есть мы с вами, которые обрабатывают принятые данные со спутника, рассчитывают координаты скорости и время. DGPS – это та же GPS, но откорректированная дифференциальным сигналом от наземных станций. Отсюда и первая буква «Ди». В результате коррекции точность ОМС повышается на порядок и обычно составляет до 5 метров. Примечание. С начала 90-х годов точность определения местоположения GPS была снижена правительством США в рамках программы под названием «Выборочная доступность», которые могли выборочно запретить доступ к системе или ухудшить качество обслуживания в любое время. Программа «ВД» была прекращена в мае 2000 года. В результате этих ограничений несколько стран разработали или находятся в процессе создания других глобальных или региональных спутниковых навигационных систем. ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система российского производства, система навигации, которая транслирует как военные, так и гражданские сигналы, доступны в любой точке земного шара, причем на безвозмездной основе, то есть даром. ГЛОНАСС была запущена чуть позже GPS, также в 1982 году, для оперативного навигационного временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Основой системы является 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли в трех орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 64,8 градуса, что больше, чем у GPS, и высотой орбиты в 19100 км, она чуть ниже. До середины 2000-х годов страдала от неполного охвата земного шара. Основное отличие от системы GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в своем орбитальном движении не имеют резонанса, синхронности с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность. Таким образом, группировка космических аппаратов ГЛОНАСС не требует дополнительных корректировок в течение всего срока активного существования. Прием ГЛОНАСС в дополнение к GPS может быть объединена в одном приемнике, что позволяет использовать дополнительные спутники для более высокого определения местоположения и повышения точности с точностью до 2 метров. ГАЛИЛЕО – это совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Система предназначена для решения геодезических инвестиционных задач. В последнее время все больше производителей SSN оборудование интегрирует свои спутниковые приемники и антенны возможностью принимать и обрабатывать сигналы со спутников ГАЛИЛЕО. Этому способствует достигнутая договоренность о совместимости и взаимодополнении к системам НАФСТАР GPS третьего поколения. Ожидалось, что ГАЛИЛЕО войдет в строй в 2014 или 2016 годах, когда на орбиту будут выведены все 30 запланированных спутников, 24 операционных и 6 резервных. Но на 2018 год спутниковая группировка ГАЛИЛЕО так и не достигла необходимого количества аппаратов. В отличие от американской GPS и российской ГЛОНАСС, система ГАЛИЛЕО не контролируется военными, что очень в плюс. Но с 2008 года военным допускается использование спутников. Спутники ГАЛИЛЕО выводятся на круговой геоцентрической орбите высотой 23222 км, самая высокая. Проходят один виток за 14 часов 4 минуты и обращаются в трех плоскостях, наклоненных под углом 56 градусов к экватору. На каждой из орбит при полном развертывании системы будет находиться 8 действующих и 2 резервных спутника. Эта конфигурация спутниковой группировки обеспечит надновременную видимость из любой точки земного шара по крайней мере 4 аппаратов. А временная погрешность атомных часов, установленных на спутниках, обеспечит точность определения места приемника около 30 см на низких широтах. За счет более высокой, чем у спутников GPS-орбиты, на широте полярного круга будет обеспечена точность до 1 метра. Другие НСС. Китайская инвекционная спутниковая система, читаю ее как Биудоу, начала глобальные услуги в 2018 году и завершила свое полное развертывание в 2020, то есть она в строю. 2.2. Приемы индикаторы GNSS. Начнем с приемников GPS. Все я отказываюсь перечислять и описывать, их сейчас немерено, но для примера укажу несколько. GPS, например, GPS-приемник от компании Furuno, GPS-170. Он же DGPS, способен принимать и обрабатывать дополнительные сигналы дифференциальных поправок. 3. Новый DGPS R7500. Навигатор, встроенным приемником дифференциальных поправок. Технология прокладки пути позволяет точно создавать маршруты высокой дальности. Есть возможность выбирать лаксодрамический курс для коротких дистанций и ортодрамических для длинных. Позволяет точно создавать маршруты высокой дальности. В общем-то, этим страдают все современные стационарные приемники. То есть, они имеют широкие функциональные возможности. Особенно профессиональные приборы для использования на море, которые обладают большим объемом памяти, возможностью решения различных навигационных задач. И их интерфейс предоставляет возможность включения в навигационную систему судна. Приемники GLONASS. Отмечу VEGA VG16. Это современный приемоиндикатор навигационных спутниковой системы. Совместный GLONASS и GPS. FARVATER RK2006. Разработан специалистами компании RADIO COMPLEX. С использованием новейших достижений в области морской навигации. Этот приемник имеет возможность принимать сигналы как GLONASS, так и GPS, а также и перспективных европейских и азиатских систем позиционирования. 2.3. Точность GNSS. Напомню, спутниковая ОМС является основным методом обсервации на море, а GPS и российская GLONASS ведущими системами. Для точек земной поверхности в широтах 55 НОРД и 55 ЗУИТ точность SPS – Standard Positioned Service. В горизонтальной плоскости оценивается радиальный СКП радиусом 58 метров. В широтах выше 55 градусов точность GPS снижается, но не критично. Эти стандартные параметры точности определены для наблюдаемого созвездия из четырех спутников, при их возвышении над горизонтом в 5 градусов. Максимальная точность обсервации достигается, когда один из спутников находится в Зените, а три остальных спутника расположены равномерно по азимуту вблизи горизонта. Основными источниками погрешности определяемых координат являются собственные шумы приемной аппаратуры, погрешности измерения времени, влияние атмосферы, а также включение режима снижения точности, о чем говорил свыше Selective Aviability, вводимые правительством США. В зависимости от местоположения судна или времени суток реальная точность GPS может изменяться. Как правило, приемник GPS вычисляет координаты судна по наблюдениям четырех или более спутников. Примечание. 1 мая 2000 года, согласно директиве президента США Клинтона, режим снижения точности СА был отключен. Однако президент США сохраняет за собой право снижать точность сигналов GPS без предупреждения, то есть включать режим снижения точности в случае угрозы национальной безопасности. Поэтому судоводам следует помнить, что они могут оказаться в любой момент с обсервацией по GPS, с СКП радиусом в 200 и более метров, как это было в 90-х. А пачечаяния вообще с мертвым GPS. Самое интересное, что и правительство РФ не гарантирует от подобного пердемонокля. Вывод. Все альтернативные методы ОМС должны быть отработаны и часто применимы. Использование GPS в дифференциальном режиме, при котором во все рворованные координаты автоматически вводятся поправки, принимаемые от контрольных наземных станций, позволяет судоводителям постоянно получать горизонтальную точность с СКП радиусом менее 5 метров. Это в водах Европы, а в водах Северной Америки менее 3 метров. Вместе с тем наклонение плоскости орбиты спутника в плоскости экватора у GLONASS составляет 64,5 градуса, поэтому рабочая зона GLONASS шире, чем у GPS. Она лишена болезней GPS в высоких широтах. Поэтому предпочтительным является совместное использование как GLONASS и GPS в одном приемнике, как объединенной системы, получившей наименование GNSS – Глобальная навигационная спутниковая система. Примечание. На официальных сайтах GLONASS сообщается, у вас таблица на экране, что все спутники в работе, но в составе ОГ спутники первого и второго поколения – это GLONASS-M. Данные приведены на 20-е и 20-е. Гарантийные сроки вышли, и сколько они еще проработают – неизвестно. Если спутники начнут выходить из строя в ближайший год-два, заменить их будет нечем. В этом случае всей системы грозит деградация. Импортозамещение буксует. Пока появление полностью российского спутника GLONASS переносится, восполнять группировку будут аппаратами GLONASS-K и GLONASS-K-2, которые собираются из того, что есть в наличии. Какой из этого вывод? Пока Штаты не загрубили GPS, лучше доверять ей. Если наступят черные дни, то СКП в 200 метров в море будет некритично, а у берега РЛС вам в помощь. Если правительство США и РФ выключат ГНСС вообще, что маловероятно, будем ездить по счислению. Смахнем пыль с Секстана и на крыло мостика, предварительно сделав его выборку. 2.4. Легенда морской навигационной карты и датум. Легенда морской навигационной карты – это разъяснительный или предупреждающий текст со списками и таблицами, условными обозначениями на карте и с разъяснениями их назначения. Легенды хоть и не унифицированы, но стандартизированы. Размещаются в углах МНК, в основном на суше, не мешая навигации по карте. Вот какую полезную информацию можно подчеркнуть из легенды. Она у вас на экране. На котором показана коррекция позиции судна на данной карте при снятии координат с GPS с датумом по умолчанию VGS84. Поправка почти в одну минуту – это почти 185 метров, что критично в узкостях. Я подробно останавливался на датум в уроке 1.2 – определение. Позвольте немного освежить вашу память. Каждое государство, проводя геодезическую и картографические измерения, закрепляет за собой собственный набор параметров и режимов ориентации для реверенс эллипсоида. Такие параметры называются геодезическими датумами. Датум смещает, то есть ориентирует, референс эллипсоид относительно определенной точки отсчета центра массы Земли, задавая более правильную ориентацию относительно линий широты и долготы. Грубо говоря, это подобие координатной сетки, привязанной к референс эллипсоиду конкретного места. World Geodesic System 1984 года WGC или Всемирная Геодезическая Система в нынешнее время контролируется USNGA – Национальным Агентством Геопространственной Разведки США. Следует помнить, что UKHO – United Kingdom Hydrographic Office, публикуя свои карты, использует около сотни различных датумов, то есть референс эллипсоидов. Но приемник GPS определяет координаты по умолчанию в датуме VGS84. Большинство современных приемников GPS имеют функцию мануального, то есть ручного переключения датума. То есть в памяти приемника содержится огромное количество этих датумов. При переносе из приемника на карту необходимо заблаговременно просмотреть, в каком датум опубликована карта. Для упрощения этой процедуры, с 1982 года UKHO – Hydrographic Office – добавила в легенду своих карт примечания под названием Position и Satellite Derived Position. В этих пунктах нас информируют о том, в каком датуме опубликована карта. И если это не WGC84, то как произвести пересчет координат? Вот что пишет британское адмиральтейство в бюллетене номер 73 от 01.01. Называется этот бюллетень ошибки в нанесении позиций спутников инновационной системы на карты британского адмиральтейства. И разъясняется, что это краткое изложение предназначено для повышения осведомленности о возможных ошибках при нанесении координат, полученных со спутников, таких как GPS, на карты британского адмиральтейства, без учета поправок на датум. Положение, полученное со спутника, относится к датуму Всемирной геодезической системы 84 WGC84. Большинство карт в настоящее время основаны на местных или региональных системах отчета. Нанесение положения WGC84 на карту, построенную для другой системы отсчета, может привести к большим ошибкам, часто превышающих 150 метров. Когда степень этой разницы установлена гидрографическим управлением Соединенного Королевства, к карте добавляется примечание, положение по спутнику, в котором указывается значение сдвига по широте и долготе для применения к положению WGC84 перед нанесением на карту. Это применение должно быть тщательно изучено мореходами, так как самое большое текущее известное смещение составляет 7 миль. Однако, от сути такого примечания не должно означать, что положения системы координат WGC84 могут быть нанесены непосредственно на карту. Это просто означает, что карта не проверялась и не обновлялась с 1981 года, и поэтому размер сдвига может быть очень большим или наоборот незначительным. Моряки должны проявлять крайнюю осторожность при использовании координат WGC84 на таких картах. Если возможно, следует использовать другие формы фиксации, такие как визуальная и радиолокация. Большинство приемников WGC84 могут применять поправки к сгенерированному положению WGC84. Эти поправки являются обобщенными и могут отличаться от параметров, используемых гидрокометическим королевским обществом. Вывод. Первое. Изучение карты обязательно всем из Bridge Team, а не только навигационному помощнику. И начинать следует с ее легенды. Два. Ввод поправок в обсервацию по GPS возможно двумя способами. Первое. Это использование датум в меню GPS. То есть она должна совпадать с датумом морской инновационной карты. И второй способ. Коррекция позиции, полученной по GPS с поправкой из легенды морской инновационной карты. Резюме. Первое. Обсервации с помощью глобальной инновационной спутниковой системы. Это основной метод ОМС в море. Но у берега в узкостях следует дублироваться привязкой к берегу. То есть РЛС. Два. ГНСС включает в себя 24 рабочих спутника США и 24 рабочих. Но не факт. Спутник РФ. Что позволяет потребителю получать свои координаты в любой точке планеты и в любое время. Лично я даю предпочтение на ВСТАР GPS. Три. Помни судовод. Правительство США и РФ могут в любое время загрубить показания своих систем. А по чечайни выключить свою группировку из ГНСС. Поэтому альтернативные способы ОМС должны быть во всеоружии. Четыре. СКП американских GPS колеблется от 3 до 60 метров. Что входит в 95% уверенность ОМС. Пять. Основная ошибка при нанесении обсервации на морскую инвестиционную карту – это несовпадение датум на приемнике GPS и с датумом карты. Промах может быть более 150 метров, а на старых картерах – до 7 морских миль. Поэтому прежде чем ставить точку, введите поправку с легенды карты, либо переведите GPS в датум МНК. Удачи, господа мореходы!